Приветствую друзья, с вами канал ProTaxi и сегодня мы поговорим про штрафы за отмену заказа. А перед началом ролика полминуты полезной информации для тех, кто таксует на своем автомобиле и конечно же сталкивается с проблемой страхования. Стоимость полиса ОСАГО на такси день ото дня повышается, а многие страховые компании вовсе отказываются продавать вам полис с отметкой такси, либо впихивают какие-то дополнительные дорогостоящие услуги. Пишите на номер ватсап, который вы сейчас видите на экране, также ссылочка будет в описании и страховой брокер подберет для вас наиболее выгодные условия. Это помогает развитию канала. Все началось с канала Таксер. Он опубликовал у себя в сообществе скриншот, на котором написано, что с 22 июня в Новосибирске будет взиматься комиссия за отмену заказа. И он прокомментировал эту новость буквально двумя строчками. С 22 июня за отмену любого заказа с водителя будет сниматься комиссия. Вот так. И поставил троеточие, словно разводя руками. Кроме того, аналогичные вести пришли из города Сочи. Там тоже с 22 июня Яндекс собирается взимать комиссию за отмену заказа. И подобные же известия пришли из Новосибирска. И тоже с 22 июня. Я не обратил на это, честно говоря, внимания, потому что счел эту новость фейком. Почему? Ну, потому что здесь написано взыматься. Хотя по правилам русского языка вместо «ы» должно быть написано «и». Взиматься. Но новость оказалась не фейком. И мне на почту пришло письмо от одного из подписчиков, который просил прокомментировать точно такой же скриншот, но уже про город Краснодар. Ну, давайте прокомментирую. С 22 июня в Краснодаре будет взиматься комиссия за отмену заказа. Ну, точно так же с орфографической ошибкой. И, конечно, Яндекс объясняет почему. Важно выполнять каждый заказ, который вы приняли отмена, плохо сказывается на репутации сервиса. И еще в вашем доходе. При отмене заказа списывается комиссия сервиса. Вы можете оспорить нарушение, если не согласны с конкретным списанием. Обратитесь в поддержку, укажите тему вопроса списания штрафа за нарушение стандартов сервиса. Приложите аргументы, на основании которых вы хотите оспорить с писанием. Ну, кто что-либо пытался оспорить у Яндекса, те знают, что это довольно непростая задача. И особо мне доставили лулзов некоторые комментарии под публикацией таксера. Кто-то пишет, Егор им идейку подкинул. Некий Роман КРК и Дэн говорит, точняк. А еще люди, которые пишут на телефоны нашего агрегатора, который мы запускаем, тоже то же самое пишут. Видимо, кто-то из Яндекса смотрит Егора. Все сочли, что это идея взимания платы за отмену заказа скоммунижена у нас. Потому что мы предусмотрели такую плату в 20 рублей за отмену заказа. Но есть принципиальная разница. Во-первых, 20 рублей это 20 рублей. Фиксированная сумма. И она взимается за отмену только пятого, либо седьмого заказа, в зависимости от того, вы постоянник или подработчик. То есть предыдущие четыре или шесть заказов вы можете отменить абсолютно бесплатно. Кроме того, у нас о заказе есть вся подробная информация. Поэтому мы просто взимаем плату за предоставление заказа. И то, повторюсь, начиная либо с пятого, либо с седьмого заказа. А здесь взимается комиссия. Если заказ стоит тысячу рублей, а комиссия 20%, то с вас спишут 200 рублей. А не 20 рублей, как в случае с нашим сервисом. То есть 200 рублей за неполную информацию, ради бога. А у нас 20 рублей за полную информацию. Вот такая разница. У нас это плата, а здесь это штраф. И на этом можно было бы закончить. Но бонус для тех, кто любит смотреть ролики до конца. По крайней мере, больше, чем до половины. Раз уж меня попросили прокомментировать, я прокомментирую. Речь идет о курьерах. У Яндекса речь идет именно о курьерах. Курьеры действительно платят комиссию за пропущенные заказы. И это прямо написано в условиях работы с сервисом. За что взимаются штрафы. То есть водители, которые возят курьеру доставку, данная новость касается исключительно них. Все. Больше она не касается никого. Все водители, которые возят пассажирские тарифы, продолжают возить на те же условиях и расплачиваются активностью. Ну, а соответственно, падающая активность – это отсутствие видимости конечной точки и так далее. Кроме того, мы подумали и решили, что мы не будем уподобляться Яндексу и не будем взимать 20 рублей за отмену заказа. Решили, что водители могут отказываться от заказов без каких-либо штрафов, без какой-либо платы. Но поскольку сервису действительно нужно обеспечить вывоз, и Яндекс абсолютно правильно пишет, что отказы от заказов плохо сказываются на репутации сервиса, мы решили этот вопрос пока на старте, именно на запуске в Питере, решать вручную. То есть мы будем за каждым водителем смотреть, сколько заказов он пропускает. И будем анализировать, почему. Если водитель просто игнорит практически все заказы, то с ним свяжется служба поддержки и проведет беседу. И вполне возможно, что такой водитель нам не подходит и его от сервиса отключат. Если он аргументирует, почему, то мы постараемся эти недочеты исправить. В любом случае, пока точно никакой платы за отмену заказов не будет. Возможно, не будет в дальнейшем. Все зависит только от лояльности водителей. По срокам запуска я расскажу попозже. Пока из новостей. Пассажирское приложение уже можно скачать. В App Store оно имеется для iPhone. Скоро будет размещено пассажирское приложение для телефонов на базе Android. А также водительское приложение. Оно будет для телефонов на базе Android. И о конкретно дате запуска я сообщу чуть попозже. Это произойдет уже вот-вот. На этом у меня все. Не дайте обмануть. До встречи.